Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Большой Перемены! С вами Линдиков Вячеслав и моя прекрасная соведущая Истомина Дарья. Сегодня мы собираемся обсудить изменения в проведении выставок кошек. И с нами в студии замурчательные гости. Это Ольга Афанасьева, председатель Клуба любителей кошек Камея, также эксперт международной категории. И Ирина Богданова, заводчик курильских бактейлов. И, как мы знаем, 1 марта Международная Федерация Кошек ФИФА запретила участвовать российским котикам на международных выставках. И первый вопрос, какое ваше отношение к этому? И также хотелось бы узнать, это большой удар по российским заводчикам? Вы знаете, дело в том, что ФИФА на самом деле несло удар по себе. Мы работаем по системе ВЦФ, это несколько иная организация, которая сразу объявила о том, что кошки вне политики, и мы не пострадали никак. Но ФИФА решила, что и участники из России не могут участвовать у них в выставках, не могут документы выдавать этим участникам. Тем самым они поставили под удар своих заводчиков. А так как мы от ФИФА далеко, мы туда кошек не продаем, на выставке туда не ездим. Они наказали сами себя, мы никак не пострадали. Наш руководитель Анализа Хакман, президент Федерации ВЦФ, сказала о том, что кошки вне политики. Выставки проводятся, разрешение дается, и она пишет очень теплые письма, понимая, что в таких сложных условиях сейчас собирать на выставке народ сложно. Но у нас все хорошо. Замечательно. Ирина, вопрос для вас. Как повлияли ли на ваших питомцев санкции на ввоз некоторых импортных кормов, а также вакцин для животных? Повлияли, но незначительно. У меня был запас, слава Богу. Но корма, конечно, подорожала. Но каким кормом я кормила, тем и продолжаю кормить. Отлично. Потому что для кошек вредно менять корма. Да, это радует. Да, точно. А вот как вы считаете, как в будущем отразятся последствия вот этих санкций? Нужно ли будет опроваляться, или это наоборот какой-то стимул российским производчикам? Я думаю, что российским производителям придется поработать, и очень многие постепенно, это делается очень медленно, перейдут на российские корма. Я как раз пострадала очень сильно. От этого моего корма нет практически в России. Поэтому я думаю, что мы как раз будем переходить на корм отечественного производства. А есть ли отличия между российскими и зарубежными выставками? Есть. Широка страна моя родная. Для того, чтобы получить в России титулы, надо преодолеть расстояние даже на самые минимальные титулы от 1100 километров. А в европейской части, чтобы преодолеть, ну скажем так, расстояние от одной страны до другой зачастую необходимо там 150-200 преодолеть, титулы получаются гораздо быстрее, поэтому закрывается карьера гораздо раньше. А в плане организации, вы знаете, в России принято и кубки, и призы, и розетки, и много-много всего. В Европе аскетизм. Дипломчик, розеточка и один кубочек. Все по эконом-варианту. Мы проводим выставку весь день от 9 часов, ну и часов до 7, до 8. В Европе с 10 часов и в 3-4 часа уже все выставки заканчиваются. Количество участников разное у нас больше. А все ли кошки могут участвовать на выставках? Есть ли критерии отбора какие-то определенные? Да, все могут участвовать, кроме так называемых дикарей. Они запрещены, они не должны находиться в выставках, они к этому не готовы. Но критерий отбора такой. Кошка должна быть старше 12 недель, иметь все прививки и быть адекватной. То есть тех кошек, которые рвут хозяевам руки-ноги и не даются в руки, на выставке не носят. А по породам там уже все свое есть и домашние тоже могут быть. А под дикарями вы имеете в виду агрессивные кошки? Нет, не домашние кошки. Потому что сейчас идет определенная мода на приобретение животных, которые могут жить при определенных условиях в вольерах дома. Но в принципе они должны быть все-таки питомцами зоопарков или, ну скажем так, природой. И бывают попытки принести таких представителей семейства кошачьих на выставку. Это запрещено. Теперь понятно. Спасибо. Ирина, а вот что дает заводчикам участие на выставках? Во-первых, это очень интересно. Получаешь удовольствие от выставок. И если тем более питомец твой выигрывает, это очень большое удовольствие. Ну и общение, общение с друзьями, общение с судьями. Узнаешь о своей породе что-то новое, какие-то качества породы суди тебе указывают. Выставка – это здорово. Выставка – это экзамен. И для кошек, и для заводчиков, правильно? А вот для людей, которые приходят посмотреть, это им для чего? Просто полюбоваться? Нет, не всегда. Иногда люди не могут держать кошку, потому что у членов семьи аллергия. Кошек любят, приходят полюбоваться. Иногда приходят выбрать котенка, чтобы определиться, подходит эта порода или нет. Потому что картинки нравятся всем, а как держать дома и какие минусы, вы узнаете только от заводчика, пообщавшись с ним и очень долго. Потому что, вот, если вы, допустим, работаете с людьми, очень много контактов, вам кошки, которые говорливые, не всегда нужны. Вам может быть что-то нужно спокойное. Или вы, если уходите на весь день из дома, кошку заводить можно. Но весь вопрос – какой породы? Если вы заведете ту, которая будет сидеть спокойно без вас дома, не рассчитывайте, что она будет к вам приходить на руки и обниматься с вами, и будет контактным очень животным. То есть, эти все вещи надо обговаривать на выставках. Ну, а потом, все-таки, те, кто занимается разведением постоянно и глубоко, они встречаются на выставках, а не дома сидят, понимаете. А вид – это не поможет выбрать животное. А происходили ли какие-нибудь форс-мажорные ситуации на выставках? Из ряда вон выходящих, допустим. Всегда происходит что-то. Задача команды, которая работает на выставке – сделать так, чтобы этого не видел никто. Потому что форс-мажором может быть, и когда на документах не пропечатались титулы и окрасы, как у нас было на этой выставке. Форс-мажором может быть, когда у тебя за 10 часов выясняется, что не прилетают немецкие судьи, потому что изменился маршрут, и они не хотят этого делать, а все уже оплачено. Форс-мажором может быть. Не доехавший призовой фонд. Выставка прошла 9 апреля, а приехал призовой фонд 2 дня назад. Радость-то какая. Вот таких вот моментов бывает очень много. Главное, что участники потом говорят – «Вау, выставка прошла классно, все здорово, а вам и знать не надо было, что там не так». А бывало, что участники, можно сказать, убегали куда-то, прятались или боялись людей? Выставка, не выставка. Если хотя бы одна кошка не удерется, стола у эксперта. Это как вы хотите. Обязательно какая-нибудь найдется радость доставить и стюардам побегать, и экспертам понервничать, и владельцам позаламывать руки, побегать за этой кошкой. Все бывает, но за пределы помещения они, как правило, не убегают, успеваем поймать. Ирина, а вот у вас были подобные случаи, какие-то сложности на выставке? Ну, как правило, с моими кошками это не бывает. У вас очень спокойные, да? Да, курильские бобтейлы, я бы не сказала, что они очень спокойные, они просто дрессированные. Курильские бобтейлы – это такая порода, которая поддается дрессировке, так же, как собачки. И поэтому у меня не было. Ну, это очень здорово. Так, Ирина, дрессирует еще и овчарку, поэтому кошки у нее дрессированы однозначно. Я их дрессирую, как собак. Кошки послушные. А, Ирина, а почему именно курильские бобтейлы, не другая порода? Сначала мы купили немецкую овчарку. Это было 12 лет назад. Потом я стала подбирать для него друга. Мы живем в доме, и стала изучать породы. И вот наткнулась на эту породу, курильский бобтейл. Прочитала про нее, что они, эти кошки, дружат с собаками, что они интеллектуалы. И купила свою первую кошку 12 лет назад у Корниловой Ольги в городе Ангарске, о чем я не жалею и очень этому рада. Влюбилась в породу и вот уже столько лет занимаюсь этой породой. Ольга, а у вас есть какая-то любимая порода кошек, допустим? Ну, скажем так, мне как эксперту, наверное, не положено говорить о том, что какую-то я породу люблю больше других. Но в любом случае кто-то держит вот свое родное. Я понимаю, что Ирина сделала стопроцентное попадание владельцам овчарок. Безусловно, подходят курильские бобтейлы. Я, как многие, кто начинал заниматься кошками в 90-е годы, а заниматься я начала этим в 96-м году, я приобрела персов. Персами сейчас практически никто не занимается, во всяком случае, в Восточной Сибири. Вот у меня есть персы. Это моя любимая порода. Я с ней практически не имею возможности посещать выставки. Но вот персы у меня есть. Персы и мейн-куны. Мейн-кунов, конечно, очень много. А персы – это, по сути, эксклюзив. Потому что в наше сумасшедшее время ухаживать за шерстью, уметь и хотеть – это, ну, скажем так, не каждый хочет. Скажем вот так. А вот расскажите, пожалуйста, о характере персов и мейн-кунов. Какие они? Ну, скажем так, персы – это абсолютно рафинированное животное. То есть они не могут жить на улице, они нуждаются в заботе человека, то есть ухаживать за шерстью они не могут. Они очень игривые, это маленькие дети, они очень, ну, скажем так, умненькие и хитренькие. Они подлизы. То есть если я прихожу домой раздраженная, и перс ко мне приходит, я его погладила, и он видит, что контакта дальше не будет, он растворился, и я его не вижу. Он мне не мешает. В персе мешает только шерсть, которая везде всегда будет. Вот. Перс деликатен. И не каждый перс умеет есть, допустим, корма, потому что, ну, неудобно, не каждый корм удобно кушать, поэтому некоторых персов вообще с руки кормят, балуют, скажем так. Перс не охотник, перс скромник, перс домашний, мультипликационный зверь, который, ну, так скажем, воспринимается людьми, там заботы много, и это, в принципе, и обычная кошка, у которой что-то болеть может, но они не навязчивые, они мягкие, они очень контактные. Мейн-куны – это другие совершенно животные, то есть и той, и другой породой занимаются примерно одинаковое количество, порядка 150 лет, 180. Перс не будет прыгать по шкафам, он воспитанный, а мейн-кун будет. Перс не будет спать на помидорной рассаде, а мейн-кун будет. Мейн-кун – это охотник, перс может жить один, а мейн-куну надо компанию, так же, как и курильскому бобтейлу, я вам замечу. То есть, по своим повадкам, мейн-кун и курильский бобтейл, они в чем-то близки, потому что за ними стоят аборигены, и это все-таки кошки-охотники. Это кошки немножко хищники, даже если они забыли, что пойманную птичку надо съесть. То есть, ну, такое тоже есть. И мейн-кунов называют великан со сливочным характером, то есть он большой, он очень ласковый. Если он будет агрессивен, с ним не справится никто, поэтому селекционеры целенаправленно убрали всех агрессивных животных из разведения мейн-кунов, ну, тех, которые ходят на выставку, потому что по-другому его воспитать нельзя. Если мейн-кун не захочет, чтобы вы его выкупали, вам это просто не удастся. Там столько силы, что ого-го. Вот, но они очень ласковые тоже. Вот, вы сказали, мейн-кунам нужна компания. Да. А если какие-то маленькие кошечки или, наоборот, какие-то собаки небольшие, они уживутся? Либо маленькие собаки, либо большие, мы с дугов мейн-кунов держали, либо сородичи, они еще и могут объединиться. Если вы берете животное, кошку другой породы, они могут против нее объединиться и воевать. С ней они такие. То есть, скажем, держать британца и мейн-куна достаточно сложно. Может быть и договорятся, а может быть такое, что будут против него всю жизнь воевать. А почему именно кошки, а не собаки? Почему именно вы выбрали выставки кошек, а не собак? А почему я выбрала выставки кошек? У меня и собаки тоже есть. Я 27 лет держала догов. Именно участие. А? Участие? Именно участие и экспертное мнение. Все, что можно было, я на самом деле отдала выставкам собак, пока я держала догов. Но на сегодняшний момент я держу собак-компаньонов маленьких, но моя спина не позволяет элементарно мне ходить на выставки с догами. Вот и все. То есть, тут чисто так стареешь и уже переходишь на что-то более мелкое. Ирина, а вот как подготовить кошку к выставке? Нужно ли ее вообще готовить? Обязательно нужно готовить. Нужно хорошо вымыть, делать груминг. Особенно, если это длинношерстная вариация. Там груминг имеет большое значение. Даже в расстановке по местам у судей. Поэтому можно сходить, сделать груминг в салоне. Можно самому помыть. Каждая кошка, она со своим характером. Кто-то любит мыться, кто-то вообще не любит. Кто-то боится фен, а кто-то нет. Так что... А вот везите, пожалуйста, для зрителей груминг. Груминг – это что? Это подготовка шерсти к выставке животного. Как ее правильно сделать? Нужно прийти в салон и там все сделают. Подберут шампунь, подберут средства по уходу и все сделают. Ну или на дому. Тоже нужно подбирать шампунь именно для твоего животного. Кому-то нужно добавить объема шерсти. Кому-то лишнее убрать, вычислить эту шерсть. Ее нужно сделать не всклокоченной, допустим, блестящей, если она тусклая по каким-то соображениям. Если дома очень жарко, то шерсть будет тусклая. Но кроме мытья, конечно, к выставке нужно еще и приучать кошек с детства, потому что их определенным образом показывают, кого-то группируют, кого-то растягивают. Надо, чтобы они хорошо реагировали на махалку, потому что когда в конце дня кошки уже устали, эксперты на сравнении начинают размахивать махалку. И некоторые кошки так смотрят, типа отстанет, ну ну да. А, допустим, обессины такие, а, ура, играют, играют, вот снова можно, вот поиграть. И, естественно, это очень хорошо влияет на расстановку. Плюс надо, чтобы кошки не боялись чужих рук. Вот, представляете, вы приносите свою кошку-эксперт, который из другого города начинает ее осматривать, руками трогать, кошка говорит, ай, караул, я убегаю, вот тебе и подготовка, да. У нас выставки не часто бывают, поэтому приходится приучать кошек, ну, специально тем, что хотя бы в клуб приносить, где я осматриваю и говорю, как надо показывать. Вот, то есть, когда кошка испытывает стресс на выставке, и нужно как-то успокоить, как это правильно сделать? Вот, непосредственно на выставке уже, скажем так, чаще всего ничего не сделаешь. Кошку надо к выставкам, к шумному скоплению народа, к переездам готовить заранее, приучать к определенной переноске. Я вам скажу так, что выставочных мейн-кондов я в свое время, начиная с полутора месяцев, усаживалась в переноску, возила на дачу, где они бегали по дому, они привыкали к машине, к переезду, что ничего страшного не будет, на улицу их не выпускали, но они абсолютно спокойно передвигались в любом транспорте. Ко всему прочему, скажем так, если животное агрессивное царапается, то на выставках ему делать нечего. А если просто боится, сидит и трясется, ну, это контакт с хозяином, то есть разговаривать с ним, обнимать его, там, на ручки взять, если совсем уже нервничать, убирают в переноску, то есть ту сумку, в которой есть его запах, где он, ну, скажем, дома, может быть, когда-то посидел, приехал на выставку, вот, и чтобы не было проблем, допустим, при транспортировке животных на выставку, не рекомендуется в той переноске, в которой вы животное возили в веткабинет, везти потом на выставку, может быть, одинаковая реакция, там боюсь и здесь боюсь, вот, поэтому есть еще оговоренная такая вещь, ветпрепараты для успокоения животных нельзя использовать на выставке, потому что, ну, это смазывает картину, там, скажем, поведения животного, соответственно, агрессивным кошкам на выставке делать нечего, соответственно, пришли один раз, дома было ласковое, на выставке их всех порвала, замечательно, в разведении не участвовали. Нет, это данность, выставка, я вам сказала, это экзамен, то есть нужно отобрать, а дома кошка не всегда себя ведет так, как она может проявлять себя в стрессовой ситуации, но агрессия – это угроза и для детей, и для взрослых. Соответственно, этого быть неважимого в разведении живет, любите, но на выставке не носите. Ирина, вы говорили, что ваши кошки участвовали в выставках, а какие награды они достигали, получали? Во-первых, почти всегда кошки моего питомника номинируются на БЭС, то есть это на выставке самое главное участие. Ну и в БЭСах выигрывали и первые места, и вторые, и третьи, и в юниорских БЭСах выигрывали, и в монопородных шоу выигрывали. Они почти всегда выигрывают. Не бывает такого, что мы уходим без призов. У вас котики-чемпионы. Да. Чуть-чуть одной кошечки осталось пройти путь, и она будет чемпионкой мира. Да, чемпионом. Ничего себе. Поздравляем. Спасибо. Ну что ж, к сожалению, наш эфир уже подходит к концу. Спасибо, что побыли нашими гостями. Пожалуйста. Отличного дня, хорошего настроения. И удачных выставок, удачных обед на международных и российских комплексах. Определяйтесь, определяйтесь с породой. Мы вам поможем поглубже узнать выставочное движение. Спасибо. Было очень приятно вас видеть в нашей студии. Спасибо за присутствие. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok